Добрый день, друзья и прекрасные зрители! Я на Тишинке, знаменитом блошином рынке, где можно встретить даже очень известных людей. Я на этом рынке бываю периодически с 2017 года, но, к сожалению, моему уже давно не была. Это один из самых дорогих рынков Москвы, но здесь можно встретить уникальные, можно сказать, музейные экспонаты. И сегодня у меня здесь встреча с моими друзьями. Я хочу воспользоваться моментом и поздравить всех, кто родился 25 января с Татьяниным днём, дорогие мои! Друзья, это лавка «Антик». Да, сюда можно приходить и восхищаться. Всё такое уникальное и очень много редкого всего. Но здесь всё хорошо. Посмотрите, эти тарелочки с птичками. Прорезной фарфор. И не просто прорезной. Он здесь ещё и, видите, с зелёным так вот рисунком. Всё такое красивое. А вот тоже из серии охоты. А вот цветы. Блюда. Три размера разных. Ручная роспись. Ох, какой колокольчик. Это, по-моему, ботаника. Смотрите. Такой небесно-голубой, бирюзовый цвет. И вот я у прекрасной Ирины Мельниченко. Ювелира, коллекционера, хозяйки всей этой красоты. Ирина очень любит Восток, и поэтому здесь можно встретить много произведений китайских, японских и немного вьетнамских мастеров. Я знаю Ирину очень давно и знаю увлечённость этой необыкновенной женщины. Она может говорить о своих работах часами. Ирочка, обладая даром, делать любых встречных ею людей, особенно заинтересовавшихся её ювелирными работами, сразу своими друзьями. Это ценнейшее качество. А работы её уникальны и неповторимы. Её можно найти во всех соцсетях. Просто наберите латинскими буквами Mail Me Card. С ней можно договориться и даже сделать украшение на заказ. Сейчас я только сниму общий вид. Так, ну что же, мы опять попали. Так, а вы всегда на своём месте, да? Это у вас как считается? Первая, с одной стороны потолок, его название А1, Мельникова А, как Мельникова. А1. Да, с другой потолок, но не внутренний периметр, а внешний. У меня здесь организатор, я сегодня на против. Винтажные очки, очень яркая форма, у меня очень легко по нему надеть. Я напротив. У девочки очень шикарные винтажные очки. Спасибо. Что сегодня новенького? Это я представляю, плюс, большие объекты, шкафы, комоды, стулья. А, вот как. Вот такая красота у меня, да, вся в камнях. У меня головой вот такой красотчик. Смотри, пожалуйста. Такая красота высокая, 93 сантиметра. Вот, с красивыми пещенками. Ну, угловой это редкость, кстати, очень удобная. 93 высота и 56 на 56 уголок. Вот, как всегда, сервизы еще остались с драконами. Скоро мы отмечаем 10 числа по лунному календарю вход брода драконов. А я уже отметила в своей сервировке. Ой, ой, какая прелесть. Девочки, помните, все есть и как раз с драконами. Все сервизы такой с драконами, такой с драконами. Смотрите, и здесь тоже все есть. Есть чайник, чашки, сахарные, салоночники, десертные тарелки, десертные тарелки. А это что, другое уже все-таки, да? Как бы, ну, тот, который продан. Так вот, два чайничка. Вот я смотрю, у них и чашки другие. А, смотри, два чайничка можно для заварки. Нет, или это отдельно. А это все вместе, это общий, да, большой сервиз. А, вот, прям с такой, да, ну, слушайте, это вообще, вот, красавчик, да. Красавчик, действительно. Очень слабый. Вот такого только у вас. Пока так, да. У меня большие чашки такие, очень удобные. Очень удобные, да, девочка все-таки, да. Очень удобные. Вот. Ну, что, прям удивительно. А сколько вот этот сервиз стоит? Двадцать, например, для вас. Пусть ваши подписчики приходят и говорят, скидочку нам 10% дам. О, туда же как. Пожалуйста. Лукошка у вас. А что это лукошка? Здесь зима, оно старенькое, да. Зиг, да? Да. Вот это да. Так, нашли? Да. Я не вижу, как он. Вот, 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 двадцать седьмой выпуск. Уземочка какая-то. Да. Оно у меня четыре с половиной с половиной. У вас еще игрушки остались на вагоне. Обязательно, они у меня всегда есть. Всегда есть. Так, какие шкатулки, друзья. Такие шкатулки. Вот, хранить какие-то ценные бумаги, а может быть, украшения. Просто что-то потрясающе. Вот, я нахожусь, а. И вот, мы на тишинке на влашном рынке. Вот так. Да. Я нашел ответов не был. Я не сказала, что чуть-чуть можно прилетать. Но там можно кому-нибудь отдать, если что. А, хорошо. Там все, давайте отдыхайте последние недели. Нам все готовят. Да, Владимир, привет. Вот, в следующий месяц, если ничего не совпадает, а это там, ну, я. А, Владимир, пока-пока. А посмотрите, какой тоже набор чайники. А, Владимир, пока-пока. Очень красиво в этот раз выполненные произведения, колье из мамонтов и резных разных, как бы, вот, например, есть ли эти серии. Ир, хотела спросить, вот это вот, как называется? Ремер. Это немецкие, да. И сколько они стоят? По две тысячи. По две тысячи. Да, есть с оранжевой ножкой. Такой золотистой, солнечной. Ну, они все по две тысячи. Да, по две тысячи, да. И с виноградной лазонькой, то есть, получается, здесь. А вот что, у них разный размер бывает? У них бывает разный размер, чуть-чуть, да. И бывает маленький совсем. Маленький тоже еще где-то остались, четыре час пучки. Но в этот раз, мне кажется, не привезли эту коробку. А вот эти, это немцы, да? Немцы, да. Через Калининград они ко мне приезжают. Дорогие девочки, мы выполнили несколько чокеров с уникальными бусинами Сергея Полунина. Он режет их, каждую бусинку, из рога лося. А потом внедряет туда, в виде вот таких вот насекомых, разные крылышки в виде раковин. Видите, вот это все сделано ручной. Перламутр. Да, вот перламутр, да, и раковины еще, как бы вот это белое. Вот. А здесь, помимо всего, как хоризонтема. Вот такая. К ним я выполнила дополнительно серьги. Опять же, с бусинками. То есть, вот так вот смотреться. Вот. Стоимость их будет 6 тысяч рублей. Вот такие вот этот. Я вас тогда уже сфотографирую. Спасибо. С этим. У вас, как всегда, необыкновенное украшение. Спасибо большое. А это? Я очень люблю крупное. Это хризакола. Дикая. Прямо кусок, какая она была. Мы добавили немного примита серебра. Вот такого ощущения, как в старину обработанного. Немножко кожи. Получилось большое крупное колье. Вот. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо большое. Стараешься. Было все оригинально. Вот это тоже мне очень понравилось. Обалденная работа. Это Сергей Полунин вырезал вставку из мамонта. Мы добавили опять же кораллов. Мамонт, это же такая редкость уже. Мамонт, в принципе, как бы нет. Бивни находит. Можно об этом посмотреть на ютюбе отдельную передачу. Ну, все равно это редкость уже. Ну, редкость, да. Сережа здесь выполняет сюжет Агнец и Лев. И здесь гранаты, кораллы, серебро и позолото. Вот такая вот удивительная, шикарная работа. Шикарная. Да, на все времена. Вы можете через 10 лет достать из шкатулки, скомбинировать с платьями. Будет обалденное. Добавить к вашим любым кораллам, например. Будет очень красиво. Или с гранатами. В общем, очень красивая вставка. Вот. И главное, что на имамонт. То есть тут и авторская работа потрясающая. Авторская и все, все, все. Причем она не просто авторская, а насыщенная такая авторская. Да, яркая, стильная в византийском стиле. Здесь и резьба, и, я не знаю, вставки, кабошоны. Здесь участвуют 4 художника. Смотрите, республика Сергей Полунин, мой автор. Соответственно, вырезал эти камни. Отдельно подгонял под наш размер наш эскиз. Вот. Потом серебро. И еще один у нас человечек занимается только позолотой. Он больше ничего не делает. Только вот занимается тем, что золотит произведение. А покажите с той стороны. С той стороны убрать надо эту бумажку. Нет, ну хорошо, так аккуратненько сделаем и все. Да, очень аккуратненько. Притом, смотрите, чтобы у вас было ощущение мамонта. Видите, там елочка мамонтовая. Сложно увидеть, конечно, ее. Ну, видно. И, во-первых, что это аккуратно. А второе, не будет цеплять. А еще, помимо всего, нигде больше не найдете такой работы. Нигде в мире. Да, будет совершенно ваша. Это правда. Спасибо. А вот птички. Я вижу. Птички. Птички это мозаики уральского мастера. А это лютня даже. Это лютня. Это итальянская. Правильно, микромозаика. Да, да. Так, что еще бы я рассказала. Вот хвастаюсь и своими рюкзками. Ой, а корабль тоже такой. Корабль, да, странский. Он такой сказочный. Сказочный, да. Да, сказочный. На воздушном шарике они летят в небо, загадывают желания. Особенно для молодых. Да, Кирсфоли, да. Это компания известная. На день рождения. Вот это колье исключительно новенькое. Вы знаете, большая редкость. Почему? Потому что Сергей Полуни тоже сделал нам вставку. А я сейчас вам покажу, как это смотрится. Много серебра. Чика. Ой, какая прелесть. Это же лягушечки где-то в бамбуковом лесу. Да, в бамбуковом лесу. Правильно. И мы продолжили эту тему. Вот здесь все бамбук. Да, да, да. Вот хотелось бы сказать. Это посеребрение, да? Да, серебро полосечка. Серебро даже. Здесь, знаете, сколько 250 грамм серебра. Ух ты, ух ты. Да, смотрите, какая аккуратная работа по серебру. И мамон тоже ёлочку можно проследить вот здесь. Ой, ну это вообще действительно. Да, очень красивая работа с ларимаром. Да. Очень красивая. У меня посеребрения в таких работах не бывает. Нет? Сейчас я вам покажу, как смотрится. Ну это что-то потрясающее. Ой, у вас и сумочка такая. У меня сумочка. Красивая. Спасибо большое. Сейчас. Перо-жар птицы. Да, именно так. Смотрите, как красиво будет смотреться. Делаю. Во-первых, очень эффектно. Во-вторых, очень красиво. И вот можно притягивать, что к женщине можно подойти и знакомиться. Потому что вот это вот без внимания, это точно не... Спасибо большое. Смотрите, вот с ларимарчиком можно так объединить эту тему. Полностью серебро. Здесь 250 грамм. Ручная работа. Участвовало 4 художника. Вот будет притягивать всех. Да. И мужчин, и женщин. Да. Красота. Голубоглазком особенно будет классно. Для тех, кто понимает. Да, для тех, кто понимает. Произведение буквально вечное. Потому что... Передать можно по наследству. Передать по наследству, да. Это всё-таки всё благородные материалы. И мамонт, и серебро, и работа. И в то же время в таких традициях вечных. Да. Это вечная жизнь. И хотел сказать русские, но это у многих народов. Как бы можно сказать, что всё-таки у нас есть направление восточное. И здесь лягушка как символ сейчас очень модного преобразования. Рерка нации. То есть вот преобразование вас как человека на новый уровень, да. То, что лягушка может уснуть и вновь проснуться, да. То есть вот она к благополучию, к удаче. Да, то есть вот лягушка у нас тоже пользуется вот такой популярностью. Красота. Потрясающе что-то. Спасибо большое. Это вам спрашиваю. Я создала это колье специально перед самым Новым годом. В числах пятнадцатых я нашла такие крупные агаты с жиодами. Они мне показались такими холодными, как будто это наши снега, как будто это наши сугробы. А я подумала, у нас же такой праздник, праздник новогодний впереди. И мы все эти снега украшаем красивыми шариками, золотом, чтобы всё светилось. Я соединила несоединимое. Смотрите, внизу это снега, наши сугробы, холод. А сверху это вот по украшению новогодних, которые мы с вами делаем под праздники, в Новый год. И получилось очень интересное смешение, когда мы каждый день это сейчас с вами видим. А почему здесь монетка? А почему она с одной стороны? Это дело в том, как по композиции пошло. Вот здесь большой крупный камень. Мне захотелось что-то удлинить композицию для общего образа удлинения. И добавить монетку, но и в честь моды, и в честь того, что я вам желаю благополучия в Новом году, процветания, денежного потока. Ну как оберег получается. Да, и получается, смотрите, как интересно, у меня соединение по серебрине, по золоте и такие же серьги с монетками. И деньги, деньги привлекают. Да, и сочетание очень интересное. Мне кажется, что очень оригинально, и ни у кого такого нет. Очень интересно, оригинально, но я хочу сказать, это как и оберег, и в то же время как привлекают деньги. Да. Как красиво. Спасибо большое. Правда ли? Оригинально. Очень. А покажите мне ещё ваши руки. Ой, не особо сегодня прибраны. Это голубой коралл, это александрит. Ну, александрит такой, да? Да, александрит. Не обработанный. Да, не обработанный александрит. Смотрите, у меня их два в этот раз. А как он смотрится хорошо, слушайте. Как интересно. Как будто, вот знаете, вот живое что-то. Живое, так он живое. Это всё кристаллики александрита блестят. Как будто какая-то зверюшка. А вот этот тоже камень, тоже необычный. Голубой с кораллами. Он как бы зарос в белом коралле, голубой коралл. Да. Слушайте, как вы всё обыгрываете. Другие считают, что это брак, выкидывают. Нет, это очень интересно. А вы так интересно. Девочки, смотрите, как можно поиграть с такими колье. Во-первых, раз, и сменили серьги. Вот монетку убираем. И надеваем, например, середины в позолоте. Ну да, потому что здесь и голубой. Да, здесь серый, и голубой. Красить вас, что угодно. Ну, спасибо. Вот. Уже пошла другая история. Вот посмотрите. Во-первых, они тоже вырезаны. Очень интересно. Да, с девушками там. С девушками. С девушками с камеем. Во-вторых, подходят. Да, да. У вас в это колье есть всё. Вот, да. И не бойтесь, это всё микс устраивает. Потому что это неинтересно. Сейчас и в посуде микс. Да, да. Так что я вовсю миксую свои сервировки. Да, и, соответственно, у нас есть и кольцо даже такое. То есть у нас будет уже как-то подобранный образ вот такой. Видите? Пресс какая-то. Да, причина есть. Вот. Поэтому каждому кольёму что-нибудь мы можем подобрать. Вот старый браслет даже взяли и уже тут же сюда подходят. То есть вот всё, что есть у вас голубое дома, связанное с гугли, там, тонирование, тоже к этому колье классно. У меня таких кольей два. То есть вот там вдали с монеткой и с более большой джиодой. Вот, например, вот это. Ух ты. Это для тех, кто любит большие ещё крупные камни. Ух ты. Вот такая вот она. Большая. Сделаю я браслетик вот такой. Аккуратненький. Который уже нежно смотрится. Ну и вот можно устраивать в миксе. Соединение одинок и праздник. Да, соединение. Друзья, а это Капа де Монте. Так что вот так вот. И вот это вот тоже чашечка. А, и в ней сахарница такая. Так сахарница тоже видит дракон. Змеев. Смотрите, какая прелесть. Здорово. Резакола. К сожалению, мигает. Но все равно, я думаю, что понятно. Сейчас покажу, как смотрится. Конечно. Платим. Просто вообще. А я не могу. Мне так вот эти нравятся. В общем, буду делать. Друзья, видео получилось довольно-таки большим. А у меня ещё много материала. Интересные встречи с интересными людьми. Интересные вещи. До встречи, мои дорогие. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.